Это Роскосмос ТВ. Наступивший 2022 год для истории мировой и, разумеется, отечественной космонавтики знаковой. 65 лет назад, в октябре 1957 года, первый спутник, запущенный с легендарного космодрома Байконур, возвестил о начале космической эры. Но сегодня, в веке 21-м, очевидно, что космическая деятельность, и государственная в том числе, становится полем новых форматов, новых подходов, новых концепций. Собственно, об этом и о новом формате взаимодействия между различными отраслями и институтами развития. Сегодня говорим с заместителем директора Департамента перспективных программ и проекта «Сфера» Госкорпорации Роскосмос Оксаной Вольф. Оксана Валерьевна, приветствую. Спасибо, что нашли время прийти в нашу студию. Если позволите, собственно, первый вопрос. Основные векторы вот этого взаимодействия, о котором, так сказать, я только что сказал, и по части которого вы, я понимаю, главный специалист. Спасибо большое, Николай. Спасибо за приглашение. И здравствуйте. Действительно, мы будем говорить сегодня об немножко изменившейся подходах к развитию космонавтики. Потому что в свете последних событий у нас уже роль развития частной космонавтики стала менее актуальна, чем консолидация усилий для взаимодействия между отраслями или для взаимодействия с институтами развития. И вот как раз в 2018 году нам был дан такой инструмент, было принято решение правительством Российской Федерации о создании научно-образовательных центров мирового уровня. Который сокращенно называется НОЦ в обиходе, да? Да, это НОЦ, мы применяем такой жаргон, он, в общем, достаточно удобный, потому что все понимают, о какой сущности идет речь. И Роскосмос работает с несколькими НОЦами по своему направлению. У нас много предприятий, разбросанных по всей стране, и региональная сборка проектов на уровне этих предприятий, этих региональных НОЦов, оказалась достаточно удобной. Замечательно. Давайте, Оксана Леонидовна, приведем конкретные примеры, конкретные регионы, конкретные научные центры. Это всегда интересно и, так сказать, воссоздает какую-то целостную картину. Наиболее тесные отношения у нас сложились с научно-образовательным центром «Инженерия будущая», который базируется в Самаре. Он включает в себя несколько регионов. То есть это, наверное, самый крупный центр из всех, которые у нас есть. И для нас он знаковый, поскольку в него входит наше флагманское предприятие РКЦ «Прогресс», который делает «Союзы». Этот центр, он замечательен тем, что именно он поддержал идею развития частной космонавтики, с которой они пришли к нам с предложением по развитию проекта по частной космонавтике на базе этого НОЦ. Совместно с ними было принято решение сделать на базе этого НОЦ «Центр коммерческого космоса». Достаточно интересный подход, тем более, что он обогащает не только самарский НОЦ в лице университета имени Королева, но также и дает возможность Роскосмосу делегировать свои полномочия в плане исследования и проведения испытаний для частных компаний, либо для любых внеотраслевых компаний, которые заходят в отрасли с разработкой техники, поддержать их на уровне проведения экспериментов. Сейчас мы совместно прорабатываем вопрос о том, чтобы признать результаты испытаний, проведенных на базе НОЦ «Инженерия будущего» нашими головными научно-исследовательскими организациями для выдачи разрешений и сертификатов. В этом случае это будет большая поддержка как для Роскосмоса, так и для самого Самарского университета, поскольку с учетом того, что главной задачей является подготовка студентов, студенты на самом раннем этапе будут вовлечены в настоящие промышленные проекты, будут иметь возможность на кончиках пальцев пощупать технологию, увидеть, каким образом рождается космическая техника. И это даст толчок. Во-первых, это хорошо для будущих инженеров и конструкторов, а во-вторых, это хорошо с точки зрения образовательных процессов. Поэтому здесь такая получается синергия, которая набила оскомину, но тем не менее в этом случае можно употребить. Я так понимаю, Александр, что с Самарой, конечно же, география не ограничивается. Давайте поговорим еще о действующих проектах. Есть другой механизм. Мы взаимодействуем также с Уральским межрегиональным научно-образовательным центром, который является кузницей кадров для Уральского региона. Там у Роскосмоса несколько ключевых предприятий. Федеральный университет имени Ельцина, который является центром этого научно-образовательного центра, как раз заинтересован в развитии отраслевых проектов. И в научно-образовательный центр вошли наши предприятия, такие как НПО «Автоматики», Нижний Салдинский «ВНИИМАЖ». И также предполагается, что войдет туда ГРЦ «Макеева», который, собственно, и является разработчиком того проекта, фактически инфраструктурного для данного НОЦа, который объединил все наши предприятия не только на уровне кооперации промышленной, но и на уровне взаимодействия внутри университета. И проект разработки многоразовой ракеты-носителя с вертикальной взлетой и посадкой – это, конечно, будущее даже не завтрашнего, а послезавтрашнего дня. И чем больше будет вовлечено студентов в начальную стадию этого проекта, тем, наверное, больше у них будет мотивации для того, чтобы прийти в отрасли, во-первых. А во-вторых, тем лучше будет подготовка, с которой они уже будут готовыми специалистами. Итак, Самара, Екатеринбург, Урал. Что еще? Есть еще один центр, с которым у Роскосмоса налажено тесное взаимодействие. Это Евразийский научно-образовательный центр, который расположен в Башкортостане. И АТИ, с которым у нас тесное сотрудничество, он предлагает совершенно другой формат. Мы там не реализовываем проекты, но они обладают уникальными технологиями материаловедческими. У них есть материалы, которые могут быть востребованы в ракетно-космической отрасли. И наши заинтересованные предприятия готовы наладить с ним контакт. То есть здесь уже не как совместный проект, а космическая отрасль готова выступить как потребитель инновационной продукции. Оксана Валерьевна, спасибо. Наверное, мы должны поговорить еще об одном важном разделе. Это сотрудничество между отраслями. Я знаю, что по этому поводу есть одна любопытная новость. Рассказывайте. Действительно, вы предвосхитили мой рассказ. Я хотела сказать о том, что на этой неделе буквально мы получили запрос со стороны предприятия госкорпорации «Росатом». На самом деле совместное. Это из города Железногорска, где ключевые предприятия и корпорации «Роскосмос», и корпорации «Росатом» расположены. Они предлагают начать сотрудничество, причем таким большим ядерно-космическим кластером. И нам кажется, что когда мы говорим о консолидации усилий и о совместном использовании ресурсов, это уникальный момент, когда мы можем и должны это использовать. Поэтому мы рассматриваем вот такое предложение и думаю, что будем скоро готовы к сотрудничеству. Отличная новость. Оксана Леонидовна, спасибо огромное, что приняли участие в нашем эфире. Удачи всем проектам, удачи вам персонально. И поскольку эфир у нас проходит в преддверии Международного женского дня, мы для вас приготовили небольшой сюрприз. Позвольте вам с большим чувством вручить этот маленький, прекрасный, я надеюсь, букет и пожелать всего-всего самого прекрасного, процветания, здоровья, счастья и больших успехов во всем. Спасибо огромное, Николай. Мне было очень приятно присутствовать сегодня в студии. Поэтому очень признательна за подарок. И всем нам светлого, хорошего будущего. Спасибо огромное. Спасибо.